День Бородачей Это праздник, Всемирный день Бородача В нашу атмосферу, в нашу культуру Он зашел совсем недавно Буквально, наверное, 5-10 лет История праздника, как таковая, особо неизвестна Кто-то говорит, что еще в 800 году до нашей эры Датские викинги устраивали праздник Бороды И какой-то Бородача, копаясь в исторических материалах Нашел вот такую дату Почему она стала первой субботой сентября Опять же, есть австралийская группа The Beards Они играют фолк и воспевают культ Бороды И они в этот день, каждую субботу сентября Выпускают либо какой-то сингл Либо посвящают какую-то песню Бороде И считается, что они так вот интересно празднуют этот праздник Кто-то говорит, что якобы они были первые, кто так сделали И с этой даты начали отсчитывать Кто-то говорит, что это отмена Екатериной налога на Бороду Которую водил Петр I Но она отменила это в апреле И вот 6 апреля в России празднуется Одесситы, например, так как у них есть памятники Екатерины Они в день Бородача возлагают цветы Екатерине За то, что она отменила налог на Бороду Вот такая дань Но вообще, если говорить о Бороде Понятное дело Еще Киевская Русь Были уже бороды И к нам уже доходят какие-то изображения Бородачей Люди, которые еще не умели стричь себя и так далее Тоже отрастали у них бороды Понятное дело, что это все всегда было Это физиология Но как культ Борода Когда вошла вот в Европу И, соответственно, потом в Украине Когда появилась Когда вот появились уже эти барбершопы Уход, специальная косметика Когда реально уже борода является частью стиля Каким-то определенным даже аксессуаром Могу назвать так Ну, барбершопы, если рассматривать как культуру Они появились еще в той же Америке в 20-х годах То есть барбершоп тогда был Это не просто была стрижка бороды и усов Барбер мог выдернуть зуб Сделать какую-то там Наложить гипс Ну, какие-то Универсальные Это был такой мужской травматолог Там же люди курили, выпивали Играли в азартные игры Это был мужской клуб Вот Как тренд именно вот В последнее время, как он перенесся в Украину Ну, это, наверное, последнее десятилетие С появлением уже моды на так называемых ламборджеков, да И мясорубов То есть это хипстеры уже, которые стали носить клетчатые рубашки Иметь более брутальный вид Кругом И уже как бы закрепился этот образ Да, и закрепился образ Сейчас, кстати, он уже немножко отходит Ну, уже такая прям стремительная волна Даже в Украине она проходит Мне кажется, что следующий тренд Это уже будут усы То есть будут бритые подбородки Такие шикарные большие усы С какими-нибудь бакенбардами Опять цикличность истории Опять-таки Да-да-да Все возвращается Если говорить вот лично о вас Когда, в какой период Пришло осознание, что нужна борода Или это вот так как-то просто было само собой? Ну, не знаю Мне сама по себе бородка как таковая нравилась Наверное, потому что я всегда увлекался там рок-музыкой Вот И не бриться я стал, наверное, уже лет в 17-18 То есть как у меня что-то начало появляться Более-менее расти Я отращивал себе бородка Только в то время этот был стиль Он назывался там сиэтловские бородки Вот такие вот усики Там типа маленькая бородочка И такую я носил практически постоянно Если я ее не носил, то... Вернее, не обзывай Я ходил с какой-нибудь щетиной Да, иногда бывали моменты У меня в жизни, когда я все-таки это все сбривал Да, но мне и самому это очень неудобно Мне кажется, что как будто я отпилил себе полголовы Вот И борода как какая-нибудь у меня все время присутствует Из разряда экспериментов не было Каких-то вот сбрить И как узнают, не узнают Ну, конечно, было интересно Кто-то говорит то, что так тебе лучше Кто-то наоборот не узнает Ну, в последнее время я так сильно не экспериментировал Я просто знаю по своей шевелюре, потому что раньше она была еще побольше Когда начал поменьше и поменьше делать, люди просто не узнавали Также, я думаю, часть лица все-таки борода тоже могут не узнать Если говорить об уходе за бородой, на сегодняшний день это огромная косметичка Насколько это популярно среди людей, которые носят бороду? Или можно и так, и без этой косметики? Ну, это как, знаете, мыть или не мыть волосы Кто-то считает, что может Скажем так, шампунь для головы подойдет? Или надо что-то специальное? Кому как Ну, в зависимости, опять же, от структуры волосов То есть, это надо подбирать какие-то компоненты Есть сейчас куча брендов на рынке, на бородатом Кто делает косметику для бороды Делает масла для бороды по уходу Это есть и как укладочные средства Также средства, которые просто напитывают кожу для дальнейшего роста Я, например, бороду мою лично шампунем Не буду говорить, каким, не буду рекламировать Но вот сколько я перепробовал именно моющих средств Моя борода воспринимает один шампунь По косметике, ну, сейчас вот мои друзья Они, это Харьков, компания Мэнли Клаб Они делают, ну, это хендмейт косметика Парни сами бородатые И они, соответственно, изготавливают То, чего не хватало им в Украине, они сделали сами А если говорить об уходе за бородой Да, там, подстригать и так далее Как часто это нужно делать? Насколько это трудоемкий процесс? Ну, смотрите, человек, который бреется ежедневно По подсчетам, да, если он начинает бреется с 18 лет То к пенсии он проводит за бритьем Три месяца своей жизни Примерно столько же времени со своей бородой Проводит бородача То есть мы просто заменяем бритье на уход за бородой Мы расчесываем, моем Там, массируем, да Заводим какие-то крема, чтобы она была... Особо по времени, так бы, дискомфорта, как бы, нет Больше оно не забирает То же самое, что причесаться, как бы, только тут еще надо причесать Сначала голову, потом борода Да, борода Если говорить день бородача Вот сейчас в Николаеве весьма часто можно встретить уже бородачей Я скажу тех, которые ухаживают реально На которых красиво посмотрят Красиво, потому что приятно посмотреть Борода ухожена, там, блестит, прям-таки сверкает на солнце Но это длительная работа Если есть девушка у этих парней, либо жена Что стоит подарить бородачу в день бородача? Ну, если бы я была девушкой бородача, я бы дарил гребни для бороды Потому что это... Есть специальные? Да, это... Что-то же могу показать Незаменимый аксессуар Ну, вот такие Производят даже специально для меня Помещается Мое лицо на нем Здесь открывашка, соответственно Ты можешь расчесать бороду Вот Плюс металл он не электролизует волос, не садится пыль Круто То есть, такой, скажем так, вариант, как карточка банковского Карточку с пилом открыть Да, и вмещается, как банковская карточка Что еще из вариантов, кроме расчески, что можно? Потому что я обращаю внимание еще на футболку Она тоже в стилистике Эта футболка уже выпущена к дню города Как бы мы стараемся вот клубом бородачей Николаева Поддерживать, как бы, культурную часть нашего города Какие-то традиции возобновить, историю Вот, адмирал Макаров все-таки это человек, который родился в этом городе Вот, имел шикарный шуб бороду И мы вот 15 марта этого года отмечали как раз создание своего клуба Вот, возлагали цветы к Макарову и назначили его главным бородачем города Ну и, соответственно, к дню города мы решили выпустить футболки Сделали свой принт, он получается с адмиралом Макаровым Макаров-спирит Типа, дух Макарова живет в каждом бородаче города Николаева А если говорить о самом клубе бородачей Потому что в одном из эфиров, как раз после того, как вы его назначили главным бородачем Мы просто говорили как о новости Теперь, к счастью, имеем возможность пообщаться уже с представителем этого клуба Что за клуб, кто входит в этот клуб И какие, скажем так, самые главные его законы, правила И, возможно, какие-то еще встречи, слеты у вас есть Ну, скорее всего, сейчас это фундамент Закладка фундамента Нету какого-то кружка по интересам, где собираются люди Вот, сейчас мы просто стараемся как бы расставить сети И собрать всех бородачей Чтобы, ну, бородачи Николаева друг друга знали Это своеобразный нетворкинг, да Люди в разных сферах Кто-то, вот, например, у нас есть служба доставки «Два колеса», да Там бородатые велосипедисты, курьеры Ну, это же классно, у нас есть чайная китайская, там есть Руслан, бородатый человек У нас есть очень классный мастер ножевых дел, он продает свои изделия Вообще там на Запад и пользуется популярностью Они все бородачи Соответственно, чтобы бородачи друг друга знали, как-то поддерживали Такая своя сетка Да, создана такая сеть Плюс, как центр обмена, наверное, информации Это барбершопы Потому что барберы знают всех бородачей И, соответственно, общаясь с барберами, ты узнаешь других Как раз через футболки, через какой-то мерч Люди, просто покупая футболки Например, мы их выпустили Я встречаю в городе человека с такой же футболкой Но я его не знаю И мы уже улыбаемся, знакомимся Как это в будущем? Ну, в будущем мне бы хотелось, чтобы хотя бы там в тот же день бородача Какие-то николаевские заведения поддерживали бородачей Вот на сегодняшний день мы уже договорились с Хмельным Патриком Это как вот реклама Завтра всем бородачам в Хмельном Патрике будет скидка на пиво 50% Вы собираетесь там все массово клубом или? Ну, я это запустил, а там уже кто как сможет Кто придет, кто не придет Ну, это будет Бородачи, у вас есть возможность завтра прийти? Да, завтра в течение всего дня Можно пить пиво в два раза дешевле Плюс пошел на встречу магазин концептуальной одежды Нам тоже будут делать скидки бородачам Возможно, сейчас присоединятся, ну, как я надеюсь Присоединятся несколько кофеин Может быть, барбершоп И в будущем хотелось бы, да, уже Возможно Заниматься какой-то благотворительностью Вот так, друзья На самом деле, ломаем стереотипы Потому что чаще всего В голове каждого украинца Либо вообще человека Бородачи это что-то такое брутальное Человек, который точно что-то с пивом В рубашке клетчатой На самом деле, это люди, которые, как видите Стремятся еще и к благотворительности И занимаются тем, чтобы возрождать историю города Крутые футболки на самом деле Я не бородач, но я бы такую футболку себе тоже хотел Вам спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в суде Я надеюсь, что не последний наш эфир Поэтому, как будут только встречи Сбрасывайте анонс И будем анонсировать стиль эфира Спасибо большое, хорошего дня Ну и накануне праздника Поздравляю вас И вас, дорогие друзья Всех бородачей Которые нас сейчас смотрят Либо будут смотреть это видео На ютуб канале Субтитры сделал DimaTorzok